Салют, друзья! Вы на канале Крыс, друзья, если вы смотрите новый видос Паги, я вам Андрей Даш. И, наверное, увидев название этого ролика, вы сразу же на него кликнули, друзья, и это не кликбэй, потому что сегодня мы реально будем проходить BloodBuff. Ну, правда, друзья, BloodBuff будет немножко необычный такой, а с приставочкой И. И, друзья, ну что, BloodBuff же надо с чего-то начинать. И, друзья, как-то я его даже пытался пройти на видос, но у меня вообще тогда не получилось. Этот ролик даже не вышел, друзья, 62%. Я не знаю, почему я не смог его пройти. Ну, меня такая знатно бомбила от этого левела, потому что он был довольно-таки сложным. Хоть он BloodBuff, хоть он Изи, но, как вы знаете, BloodBuff нифига не может быть Изи. Друзья, левел реально сложный. Прямо сейчас спустись вниз, нажми палец вверх, ну а мы попробуем его сейчас пройти. Погнали! Крутящий саундтрек, Эй, The Speed of the Light из оригинального BloodBuffа. Фух, ну погнали! Вот здесь до 11%, начиная с этого участка. Вообще нажимать не надо. А, нет, надо, надо. Вот отсюда, да. Всё. Дальше у нас корабль. Он, конечно, очень быстрый, но вроде бы простой. То есть, вот кажется сложным, да? То есть, кажется сложным. Но, друзья, на самом деле это легче, чем кажется. Но не знаю, почему я так не смог его пройти. 62% всё, дальше не могу. Да, ещё бы вот так обидно не сливаться. Процентов на 30, на 40, на 50, короче, как обычно, да? Вот. То есть, кажется вообще, что автолевел, друзья, но нифига подобного. В конце там реально хардкор. Прям вот после процентов 50, наверное, почему я и не смог пройти дальше как раз-таки. Так, так, так. Тут вроде бы да. Тут вообще нажимать не надо. Первые 30 процентов, говорю, они лёгкие. Они наилегчайшие. Правда, вот тут волна, да. Я забыл этот тайминг. Так, ну чё, давай, новый рекорд. Новый рекорд прямо сейчас. Поставим, я надеюсь. Не, ну корабль тут лютый. Он реально очень прикольный. Из того, что он маленький и очень быстро летит. Так. Несколько фишечек всё равно тут, друзья, нужно знать. Без этого ты не пройдёшь первую даже половину левела. Но вот как. Так, сейчас будет волна. Да, всё, отлично. Мы хотя бы не слились, корабль. Кстати, вот тут нужно быть внимательным. Тут прямо опасно, опасно, друзья. Тут прямо опасненько. Фух, какой лютый корабль, друзья. Он очень быстрый. Блин, я помню, он был сложный. Да, я помню, он был реально сложным. Так, стоп. Мне кажется, или новый рекорд? Новый рекорд! Да! Фух, блин, прям перетакнул, друзья, охота, реально. Как будто я дедлокет прохожу. Офигеть, давай! 90% мемори помню. Да-да-да-да-да! Да ну! Я не верю, что я сейчас его пройду. Я просто в это не могу поверить. Так, нет, стоп. Я помню, тут нужно было лететь прямо. Блудбав, изи, друзья, пройден! Да! Фух, я так рад, будто я прошел реально настоящий блудбав. Реально, как будто бы я прошел экстрим демона какого-то, но я прошел всего лишь хардер. Но этот хардер был очень сложный, друзья, для меня. Реально, 8 попыток. И я прошел блудбав изи на 100% довольно-таки быстро. Не, ну нужно же из чего-то начинать. Перед тем, как проходить оригинальный блудбав, нужно хотя бы потренироваться в блудбав изи. И теперь я приближенно знаю, что такое блудбав и вообще как там. Участки есть сложные, несложные. Друзья, этот левел, конечно же, не сравняется с обычным блудбавом. Друзья, лайкос мы ставим однозначно. А мы можем оценить... А, вот! Друзья, да. Мы можем оценить его сложность. Хард, хардер... Давайте, наверное, хардер 6. Хотя нет, для меня это хардер 7. Почти инсейн. Я, потому что перед этим долго проходил, долго тренировал. Поэтому ставим ему хардер 7 оценку. Я думаю, для этого левела это подходит. Ну и, как вы знаете, я прошел все официальные демон уровни. Даже дедлоки, друзья. Да, я прошел. И что, друзья, мне реально стало не хватать по-настоящему сложных демонов. Дедлоки это было именно таким для меня. И я прощаю, что в комментариях вы написали каких-нибудь демонов. Не такие, как экстрим-демоны. Но и совсем не изичные демоны, которые послужились реально как хард. Просто такие, как типа The Nightmare, да? Вы знаете, друзья, Demon X. Просто вот одна буква в названии Demon X. Это у нас изи демон, да. 10 звезд. Попробовал я его немного потренировать и в претис-моде, и в нормал-моде, друзья. Левел максимально необычный. Наверное, максимально необычный он по декору. Декор там просто реально какой-то максимально необычный. Ну, давайте попробуем его пройти. Хотя бы немножко. Вот он. Да, видите? Еле заметные какие-то блоки. Еще авогус красный он сливается с этим левелом. И прямо вот тут, тут реально нужно этот левел и тренировать, и просто знать все мемори, тайминги. Вот, например. Вот как нужно прыгнуть, чтобы перейти через эту шестеренку? Стоп. А, все, я понял. Смотрите, мы, короче, падаем, да? И зажимаем сразу. Походу, мы зажимаем, причем очень долго. Да. Все, я понял, как это проходить. Воу, Айронмен! Воу, Айронмен, здорово, здорово! Так, ну что-то... Что-то Айронмен тупит, походу, немного. Там, конечно, лютые, друзья, участки есть на этом уровне. Нужно как-то рассчитать, прям прыгнуть на этот блок четенько вообще. Конечно, демон не из легких, да. Демон вообще, друзья, не из легких. Как я его буду проходить? Мне кажется... И вот напишите в комментариях, как вы считаете, сложнее ли он Дед Локет? А если он сложнее, то я его вряд ли пройду. А если легче, то, ну... Я же должен его пройти, я же прошел Дед Локет. Воу! Воу-воу-воу! Вот это корабль, так, порталы. Так, ну пока летим, пока нормально все. Так, тут было, в принципе, очевидно, что будет реверс. Затем у нас идет Юфошка. Про монеты пока что мы даже не думаем особо. Смотрите, как меняется декор в течение всего левела. Он то серый, мрачный, то какой-то красный, то зеленый, яркий. Да, и порталов тут куча. Вот вообще пурпурный какой-то. Так. Так, так, так. Так, так, так. Ну за все это время я всего лишь 44% прошел, как и... То есть даже рекорд в практике с моде не установил, да? Так, а тут... Тут вообще что? Ага, все, понял. Давай, железный человек, тащи. Давай, железный человек, тащи. О-о-о-о! О-о-о! Что происходит здесь вообще? Короче, друзья, что-то я, пожалуй, подумаю. Вообще, на тем проходите ли этот левел или нет. Кстати, смотрите. Икстеп версия 2, также изи у нас демон. Я вот тоже пытался пройти, но да, да, да. Это просто усложненный Икстеп. Икстеп довольно-таки легкий инсейн. Ну, наверное, самый легкий инсейн вообще в игре. А это типа его вторая усложненная версия. Декор они оставили плюс-минус таким же. Они просто бафнули Икстеп, друзья, усложнили его. И вот получилось... Версии Икстеп версии 2. Не, ну, друзья, в уровне Икс я тут вообще офигевал. В принципе, здесь все довольно-таки легко. Да, вот корабль, как в Икстепе, но он сложнее, он сложнее. Тут прям намного меньше места. Также намного меньше места тут, где именно порталы превращения. Нормально, нормально, друзья. 50% вообще на расслабоне, можно сказать, прошли. Так, ну что это вообще-то? Я собрал монету. Да, это как в Икстепе, друзья, монета там же, она примерно находится. Неплохо, неплохо, уже знаю расположение монет. Так, нет, тут что-то не туда мы куда-то залетели. Друзья, вот теперь я понимаю, что такой настоящий, хоть и изи демоны. Вот те демоны, которые там золотые кроузы, найтмэр, это вообще фигня. Как вы и писали, то есть это максимум хард, хардер, но никак не демоны. Вот это вот настоящие демоны, хоть и изи. Ну, друзья, пожалуй, напишите демоны какие-нибудь полегче, например, то есть, ну, наравне с Дедлокеном, хотя бы, чтобы они были, потому что эти демоны, мне кажется, они посложнее, чем Дедлок, и чем вторая теория, вообще все официальные демоны. Ну, а также не забудьте поставить палец и нажать на красный кнопок подписаться, написать комментарий, ну и нажать на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok